С новым политическим сезоном! Что приготовили для украинцев политики? Какие зрады и перемогы по осени посчитаем? Домашнее задание для Минобразования. Какую реформу затеяли в Кабмине? И чего ждать педагогам и учащимся? Спросим у профильного министра Лилии Гриней. Первое лето без иммунитета. Как провели отпуск депутаты, лишенные неприкосновенности? И собираются ли вернуться в парламент после такого мандата падения? Цены уходят в небо. Почему хороший урожай приводит не к снижению, а к удорожанию продуктов питания? И какие товары подорожают из-за скачка цен на автогаз? Добрый вечер. Это подробности недели. Первые в новом политическом сезоне. Фактически у нас с вами осталось всего два более-менее спокойных дня. Пока в понедельник украинские политики не вернутся к работе. И по всем прогнозам предстоящие полгода должны стать очень бурными. Тут дело не только в традиции политиков каждую осень вести себя так, будто все у них в последний раз. Битва за бюджет, дележ портфелей, попытки нарастить рейтинг. Просто сейчас сама жизнь заставляет политиков, что называется, активничать. Все-таки уж слишком долго украинцы не чувствуют существенных улучшений в стране. Точнее сказать, опасно долго. Но активничать политики, видимо, и в этом сезоне будут как-то вне стен парламента. Вполне возможно, что там будут только утверждать уже принятое решение отыгрывать заранее согласованные схемы сбора голосов. Об этом говорит тот факт, что на очередную сессию для депутатов запланировали всего 39 пленарных заседаний. На первый взгляд, конечно, может показаться, что это много. Но на самом деле это не больше 8 реальных рабочих дней в месяц. И так аж до конца января следующего года. Да, конечно, есть еще так называемые дни для работы в комитетах. Есть дни для работы в округах. Но опыт наблюдения за нашими политиками позволяет мне говорить, что большинство депутатов это время тратит на личные дела и только единицы на законотворчество. Итак, что депутаты должны успеть за 39 дней? Смотрите в нашей короткой справке. После изнурительного летнего отдыха украинские депутаты слетаются на родину заморских курортов. На повестке сессии десятки законопроектов, которые нужно было бы принять еще вчера. Окончательные «да» избранники должны сказать пенсионной реформе. Ведь на кону и обещанное повышение пенсии уже с октября. И отмена налога с работающих пенсионеров. Еще парламент должен одобрить реформы медицины и образования. Оба проекта – благодатная почва для политических споров и торгов. А правительство до 15 сентября обещает еще подбросить нардепам работу и подать в проект госбюджета 2018. Я глубоко переконую в том, что все фракции парламента должны объединяться. Мы спольно, президент, парламент, уряд, должны объединяться вокруг единого идеи – успеха Украины и возможности украинских граждан. Я глубоко переконую в том, что мы и в этой осени продемонстрируем сгуртованность. А вот что же будет в украинской казне, не в последнюю очередь, зависит от Международного валютного фонда. По неофициальной информации, уже в сентябре к нам приедет ревизор от МВФ, чтобы проверить, как Украина выполняет обязательства. Ведь до сих пор не дан старт основным реформам. Не проголосованы законы по земле, НАБУ и антикоррупционному суду. Ждут депутатов и срочные кадровые вопросы, отложенные в долгий ящик. Ведь пустуют главное кресло в Нацбанке и фонде госимущества. Нет новых членов счетной палаты и центра избиркома, у омбудсмена истек срок полномочий. Два министра Юрий Стетти Тарас Кутовой давно заявили об отставке, а Ульяна Супрун никак не избавится от приставки ИО. В общем, депутатам будет чем заняться. Главное, чтобы после продолжительного отдыха у них, наконец, появилось желание поработать. Хотя бы для разнообразия. При этом повестка дня на следующую неделю и планы Верховной Рады на осень уже кое-кого возмущают. Например, фракцию самопомощи. Вот накануне Виктория Войцыцкая, нардеп от этой политсилы, побывала на совещании у спикера Андрея Порубия. И поделилась впечатлением. Уже ясно, антикоррупционный суд этой осенью коалиция создавать не планирует. А то, что этого от Украины ожидают в МВФ, Евросоюзе, видимо, в провластных фракциях учитывать не желают. Интересно только, как это будут объяснять представителям МВФ. Миссия фонда начнет работу в Украине уже в ближайшее время. Дэвид Липтон, заместитель директора распорядителя фонда, приедет в Киев уже 12 сентября. Как отмечают аналитики, такой уровень со стороны МВФ свидетельствует о том, что разговор будет очень и очень серьезный. Что еще попадет в повестку Верховной Рады и что туда все-таки может не попасть? Давайте сейчас и обсудим с одними из самых ярких представителей депутатского корпуса. Уже они-то точно должны знать, чего реально можно ожидать от этой политической осени. На связи с нами из Одессы Алексей Гончаренко. Есть связь, хорошо, это замглавы крупнейшей парламентской фракции блока Петра Порошенко. А в студии рядом со мной Сергей Власенко, представитель Батькивщины. Добрый вечер. Татьяна Острикова, представитель самопомощи. И вам, Таня, здравствуйте. Давайте, Татьяна, с вас и начнем. Вот ваша коллега Виктория Войцыцкая написала, что в планах у Верховной Рады на эту осень нет вопроса об антикоррупционном суде. Вам, что известно, какие вопросы еще очень важные для страны могут не попасть в повестку дня этой осени? Власне, премьер-министр, когда вчера высловливался, что до необходимых пяти законопроектов, найнеобходящих пяти реформ, он говорил про то, что необходимо прекратить расхитывание. И эти расхитывания, правда, есть. И они происходят в первую очередь с боку самой правовладной большинства и органов правопорядка. И, власне, подии последних месяцев показывают, что нужно рассмотреть, в первую очередь, чтобы защищать этим расхитываниям и обеспечить державу от каких-то хитких ситуаций, нужно ухвалить законы про выборы за пропорционными открытыми списками, нужно ухвалить, решить вопросы один раз и не всегда щодо недоторканности народных депутатов, чтобы не пиарились правоохранные органы на гучных криминальных проведениях, которые потом заканчиваются ничем. Нужно решить долю антикоррупционного суду. Потому что, не только потому, что это наше обязательство там с МВФ, это нужно для того, чтобы те криминальные проведения по высокопосадовцам, коррупционерам, которые есть, находили свое логическое завершение и отримали вирусы в суд. Как вы думаете, он будет создан этой осенью? Напомню, что первые лица государства обещали его создание к концу этого года. Фракция «Самопомощь» заявляет жесткую ультимативную требу, что должны быть рассмотрены эти вопросы. Потому что все другие вопросы, например, о доверчивой услуге, о бухгалтерском облике и так далее, они важны, но не жизнедественными для того, чтобы держава развивалась стабильно. Понятно, ваше мнение ясно. Сергей, ну а вот вы верите, что этой осенью проголосуют хотя бы за одну из реформ, озвученных вот этой пятерки от Гройсман? 226 голосов наскребется или нет? Вы знаете, ну, по-перше, вы тут несколько раз сказали про иснование коалиции. У меня есть сумма из этого привода, это по-перше. Но по-друге, и самое главное, мне кажется, что влада живет в каком-то другом мире. Петро Порошенко заявил, что за его царевание у нас произошло 144 реформы. Ну, я думаю, что про первую реформу оголосил министр Рева, что украинцы стали меньше їсти. Значит, про другую реформу заявил сегодня премьер-мінистр Гройсман, сказавши, что, ну, напевно, не всем украинцам треба вищу освіту. Я думаю, что треба третью – сделать заяву про то, что украинцам не треба ликовать себя. Всям треба забронювать места в пенитенциарной системе и на кладовище. И тогда список реформ будет завершен. Сергей, все-таки, если не так пессимистично, вы верите в принятие хотя бы позитивного голосования хотя бы по одному из этих пакетов реформ? Ну, это же не мой пессимизм, это же не мои заявы. Про 144 реформы не я заявил, а Порошенко заявил. Напевно, для него особисто 144 реформы проведено. Цукерки всюди завозят. Зброей он торгует с Российской Федерацией, у него все добре. Хорошо, давайте спросим представителя. Але вони в парламенте точно не збираются голосовать за будь-який закон, который бы украшил жизнь украинцев. Бо даже так называемые анонсированные реформы освяти, если уважно почитать этот закон, она руйнует скорее освоту, чем створяет нормальные условия функционирования освяти. Если посмотреть медицинскую реформу, возникает до нее очень большая количество вопросов. Тут говорили про антикорупційный суд, а я хочу нас повернути до реформи Верховного суду, яка пройшла абсолютно не реформа, а знищення Верховного суду і створення нового процеса, який пройшов абсолютно ручному, абсолютно корумпованому режимі. Звичайно, зараз можна казати, що це чергова перемога, але давайте так, як було з поліцією, давайте почекаємо рік і побачимо, що чи став суд виносити справедливі законні рішення, чи створили ми єдину практику судовую, чи все буде відбуватися так, як і далі, лише Петр Олексій зможе контролювати судову систему більш жорстко. Ну, уверен, що оптимизма нам немного добавить. Алексей Гончаренко, все-таки представитель правовласної фракції. Алексей, здравствуйте, спасибо, що присоединились. Ваш прогноз по состоянию на сьогодні. На що у вас реально у коалиції, як ви себе називаєте, точно хватит 226 голосів? Хоть какой-то реформы осенью дождемося ми или нет все-таки? Конечно, 1 сентября хочеться в першу очередь говорити про реформу образования. І я дуже надеюсь, що она буде принята парламентом. Она стоїть на рассмотренні в першу вже неделю роботи. А вообще, ви знаєте, я думаю, що зараз ви услышали, що, к сожалению, дуже багато політичних силів вже на виборах. Парламент пройшов екватор свого существування, і політичний популизм становиться все ярче і більше, а желання проводити реформу все менше і менше. Поэтому, конечно, проводити реформу буде сложно, учитывая те заявления, які ви тільки що слышали от моїх колег. Але ми будемо старатися, тому що другого пути у нас немає. Тому що от таких речей, як образування, здравоохранення, залишить життя українців кожен день. І кожен день вони з цим сталкиваються. Тому перша реформа – це реформа образування. Друга реформа – це реформа здравоохранення. І друга – це пенсіонна реформа. Ось три перших задання для Верховної Ради, які вона має решити, щоб ми почали двигатися к такому образуванню, яке буде давати знання людям. І в тому числі, не має знання, не будуть покупатися на сладкоречиві речі від представителей Юлії Владимировної, чи Олега Валеріювича, чи ще когось. В тому числі, має знання, ми дійсно зможем показати уровень українців всіму міру. Алексей, скажіть, мені хочеться у вас уточніть. Понимає ли коалиція, що принятие вот цих реформ – це не тільки тест для всі Верховної Ради? Це в першу чергу серйозний екзамен, як мені вже кажуться на сьогоднішній день, для самої коалиції. Ви понимаєте, що обсяця наелектризовано до такого предела, що непринятие хоча б однієї з цих реформ може вже цей осіню закончитися не просто скандалом, як раніше. Може закончиться глубоким политическим кризисом. В коалиції є понимання важності всього происходящого і взрывоопасності ситуації? Я закінчу, тільки хотів сказати про пенсіонну реформу, що ми маємо можливість сьогодні 9 мільйонам українських пенсіонерів вже з октября повысити пенсію. Кому-то на 50 гривень, а кому-то на 1000 і 1500 гривень. І це треба робити. Тепер, що касається вашого вопроса. Реформу по осіні считають, і дуже складно дати прогноз роботи української Верховної Рады. Я знаю одно. Якщо депутати хочуть що-то м'ять в житті українського обществу к лучшему, треба роботати. А не тільки обвинять і роботи пусті заявлення. Дякую за цей відповідь. Поки попрошу вас поработати ще сьогодні. Не уходите, піжалі, з міста вашого включення. Продовжимо через несколько минут, як і з вами Татьяна, і з вами Сергій. Обращаюся зараз к зрителям. Обратите внимание, все і в цій студії, і в неї, коли говорять політики, все вроде бы пока звучит, ну, доволіно серйозно, да? Согласитесь. Але на самом деле, політичний сезон вже просто на старте рискує превратитися, ну, як би це сказати так помягче, ну, наверное, в комедію. В понедельник, например, полноправным участником української політики станет психіатр. Це с легкої руки фронтовика Максима Полякова, одного із фігурантов громкого янтарного дела. Он собирается пройти психіатрическую експертизу. І це событие, наверное, затмит даже традиційний согласительний совет в понедельник. До того, як антикоррупціонери улечили Полякова в тому, що він связан з незаконною добычою янтаря, этот депутат был, в общем-то, малозаметним. Але с тех пор, як обвинення в його адрес прозвучали, він активнічає вже не по-детски. То відказувався електронний браслет надевати, цілых полтора місяця сопротивлялся, то объявив, що Печерський суд признал його, Полякова, і вовсе потерпевшим по уголовному делу. Суду даже пришлось опровергати це заявлення. Ну, вот теперь дошли до психіатра. Не утихають страсти і в радикальних рядах. Анфант-терибль радикальной партии Андрей Лазовой знову в центре скандала. Його помощник попался на взятки. Видео задержання опубликовало СБУ. Депутат Ривненского областного совета від радикальной партии Владимир Кудрин вимогал 5 тисяч доларів. У застройщика угроза была простой, даже типичной для України. В тому случае, если предприниматель не заплатит, депутат обещал подпортить ему бизнес с запросами и требованиями проверок. При обыске в офисе радикала оперативники нашли еще полкилограмма янтаря и наркотики. Кстати, аппетиты помощника Лазового оказались весьма скромными по сравнению с фастовской организацией радикальной партии. Тамошнего главного радикала задержали по обвинению в вымогательстве 70 тисяч доларів. Осенью генпрокурор может прийти за Игорем Масичуком, еще одним радикалом, за которым, по данным правоохранителей, вводится привычка торговать депутатскими запросами и услугами на сотни тысяч. Помните, в июле мы смотрели неприкосновенный сериал? Это когда Верховная Рада неделю потратила на голосование по снятию иммунитета с народных избранников, за которыми в Раду пришел сам генеральный прокурор. И вот если Поляков и Лазовой все-таки громко присутствовали в новостях августа, то другие герои неприкосновенного сериала вели себя значительно тише. А что с ними будет дальше? Будут ли они осенью участвовать в заседаниях наравне с другими депутатами? И за кем еще из депутатов генпрокурор может прийти в Раду? Ответы на эти вопросы искал Алексей Пшемызкий. Депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков фигуранты янтарного дела масштабной длительной спецоперации. Их обвиняют в получении взяток за выдачу лицензии на добычу янтаря. Еще в июне с двумя сотнями тысячами долларов был задержан охранник Розенблата. В ГПУ уверены, деньги предназначались для депутатов. Аргументы не менее весомые. Уже на парламентском комитете в июле предоставил защитник Полякова. После таких перепалок Верховная Рада лишила обоих депутатов неприкосновенности. Если их вину докажут в суде, Полякову и Розенблату грозит до 12 лет тюрьмы. Пока нардепам назначили залог, а Полякова обязали носить электронный браслет, чтобы не сбежал. В ответ депутат пошел в Аббанк, заявив, что он не обвиняемый, а потерпевший. Заодно обвинил детектива в НАБУ в нападении на его жену во время обысков и опубликовал постановление Печорского суда, якобы признавшего его потерпевшим. Вот только в самом суде заявили, таких решений не принимали. А глава НАБУ Артем Сытник посоветовал депутату обратиться к психиатру. И новый политический сезон. Народный фронтовик Поляков уже пообещал начать с психиатрической экспертизы. Без иммунитета теперь и нардеп от оппозиционного блока Михаил Добкин. Генпрокуратура обвиняет его в незаконном выделении земли под застройку, еще в бытность харьковским мэром. Генеральный прокурор, не предоставим ни одного документа, ни одного доказательства того, что был нарушен закон. Они не доведут это дело до суда. Это дело рассыпется в ходе досудебного следствия. Главная их задача спрятать меня в СИЗО и говорить, что у них есть очередная победа. Но вместо ареста Добкину тоже назначили залог. 50 миллионов гривен. Документ стоимостью 50 миллионов. Нардепа от воли народа Олеся Довгова генпрокурор тоже обвинил в том, что будучи секретарем Киевсовета в 2007-м он незаконно выделил застройщикам землю на Жуковом острове. Регламент порушил. Закон не переступал. Довгий обвинение назвал пустыми и сам попросил коллег лишить его иммунитета. Заявил, что и без неприкосновенности будет отстаивать свою правоту в судах. Выдержит ли новую атаку генпрокуратуры иммунитет народного фронтовика Евгения Дейдея и радикала Андрея Лозового? Снять с них неприкосновенность могут этой осенью со второго раза. Без первого не удалось. Дейдея обвиняют в сверхдоходах. По данным генпрокуратуры, будучи в народном фронте, депутат не забывал и о тылах семейных. За два года он с супругой обогатился на 6 миллионов гривен при депутатской зарплате в 300 тысяч в год. Поясните следствию, свинтки взялись, а кожа. Давайте не будем сейчас тут политическое блядство разводить, Юрий Витальевич. Но позже Дейдей заверил, все добро купила жена. В долг. Коллеги-депутаты поверили и оставили Дейдея неприкосновенным. Однако теперь молодым народно-фронтовиком заинтересовались еще и в нацагентстве по противодействию коррупции и начали полную проверку его деклараций. Еще один в очереди на вылет из клуба неприкосновенных радикал Андрей Лозовой. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. При зарплате в 200 тысяч в год нардеп задекларировал имущество на 9 миллионов. Говорит, заработал все еще до депутатства. Правоохранителей заинтересовала и коллекция швейцарских часов, картин и святых мощей. То ли мощи помогли, то ли договоренность коллег по парламенту, но лишение лозового иммунитета депутаты не поддержали. Теперь в Генпрокуратуре обещают переквалифицировать дело и снова направить в парламент. А вместе с ним целый список новых фамилий. Говорят, касту неприкосновенных могут покинуть несколько десятков депутатов уже в ближайшее время. Алексей Пшимыский. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжаем разговор с народными депутатами. Напомню, у нас в студии Татьяна Острикова, представитель самопомощи, Сергей Власенко, представитель Батькищины, а на прямой связи из Одессы Алексей Гончаренко, замглавы фракции блока Петра Порошенко. Сергей, давайте с вас начнем. Вот в июле генпрокурор Луценко приходил сразу за шестью народными депутатами снять неприкосновенность со всех не получилось. Он вернется за ними, а возможно еще за кем-то. Как вы думаете? Вы знаете, я не знаю, единственное, что у вас в сюжете прозвучала думка про то, что там Лазовому допомогли святые мощи, а я думаю, что Лазовому допомогли контакты радикальной партии с администрацией президента. Вы знаете, что вчера ЗМИ заявили про то, что весь вечер Олег Ляшко провел в администрации с Петром Порошенко, и они договорились и узгодживали позиции на наступный политический сезон. С другой стороны, смотрите, в последнее время очень много, в последний месяц очень много информации по поводу именно радикалов. То янтарь находят, то уличают кого-то во взятках. Ляшко начал объявил чистку в своих рядах. О чем это может говорить? Покажите, что? Принуждение к любви? Покажите мне вироки. Принуждение к правильным голосованиям? Покажите мне вироки по этих справах. Покажите мне справы, переданные до суду, хотя бы. Да, ну сколько... Мы же видели попереднюю спробу притягти радикалов до ответственности. Все видели в видео, но, осознанно, была порушена процедура притягивания Масичука до ответственности. Хотя на видео все видели, что там происходило. Сейчас, ну, я думаю, что бурштины, наркотики, это уже джентльменский набор цієї партії, мне кажется, знаете. Поэтому, если вернется Юрий Витальевич, это вопрос до Юрия Витальевича, но я бы, единственное, что ему радов, я бы ему радов трошки больше ретельно, я так скажу мягко, больше ретельно готовить материалы, которые он подает не только до Верховной Ради, а по всех резонансных криминальных справах, это один момент. И другой момент, ему нужно прекратить быть политиком, ему нужно стать генеральным прокурором. Генеральный прокурор это трошки другая человек, трошки с другим статусом, ему нужно меньше пиарной активности и больше фаховой работы в тиши кабинетов, и больше презентовать результаты своей работы не политикам и не суспильству, а в судах в виде обвинувальных актов и материалов криминальных справ на ложечном оформлении. Тут все-таки немного заступлюсь, были бы у нас суды другие, возможно, было бы реальнее презентовать. Точно? А вот, если бы дозволить, для того, чтобы до суду материалы потрапили, их тоже нужно сделать фахово, но читая поддания на народных депутатов, и смотря на материалы, припустим, с правой Януковича, у меня складывается впечатление, что все делается, чтобы помочь этим людям уникнуть ответственности. Поверю, вам, как одному из лучших адвокатов, небольшая реклама такая. Вам вдруг депутатство закончится, надо же будет все-таки зарабатывать. Татьяна, может, уже все-таки пора как-то взять нашим политикам волю всю кулак собрать и отменить депутатскую неприкосновенность? Или не откажутся никогда? Осенью это возможно или нет? Но обещали же на выборах. До следующих осталось все-таки полсорока. Власне, тут коллега Гончаренко озвучивав тезу про те, что реформи по осени считают или рахуют. И тому касту недотреканных саме цієї осени повинні покинути всі народні депутати. Потому что больше 40 миллионов украинцев живут без недотреканности и на себе могут все переваги справедливого в лапках суду и органів правопорядка и досудового следствия почувствовать все прелести этих так званых реформ, которые проводились за эти годы провладной большинностью щодо судової реформи, щодо реформи поліції, прокуратури и так далее. То чому ж народні обранці з провладної більшості так тримаються за цю недотреканність? Якщо суд вже справедливий, за їх словами, якщо поліція вже реформована, якщо прокуратура вже прекрасно працює і повністю нові там кадри і працюють по-новому. Чому ж тоді так тримаємося за недотреканність? Давайте на собі це будемо випробовувати. Наша фракція заявляє також це дуже чітку вимогу про те, що ми повинні, по-перше, проголосувати відповідні зміни в Конституцію, а по-друге, істотним чином в законі про регламент спростити процедуру притягнення до відповідальності, внесення оцих всіх падань і їх розгляду. Щоб це все не тривало, цей серіал «Країна-місяць» не дивиться, що іде розпил 30 мільярдів бюджету, а дивиться оці серіали про мощи. Отець, я скажу, ви, наверное, со мной согласитесь. Ісходя з собственного опыта наблюдения за нашими политиками, согласитесь, все це звучить все равно пока как утопия. Але надеюсь, що я ошибаюсь. Алексей Гончаренко, вопрос к вам. У вас хочу спросить о судьбі тех, хто, в общем-то, эти реформы у нас в країні должен после голосований парламента продвигать, внедрять о судьбі Кабмина. Вот Гройсман сегодня сказав, що в правительстві перестановок не буде. Неужели так, ну, так все і случиться? Напомню, збору є ісполнячі об'язанності міністра здравоохранення. Так все і буде в завісшем положенні? Ілі зміння в Кабміні все-таки будуть кадрові? Сначала коротка ремарка, тому що я услышав. Такі язвительні замечання. А я хочу напомнить нашим телезрителям, що за снятие неприкосновенності з Добкина не проголосовала ні Юлия Тимошенко, ні Олег Лешко. Я, конечно, понимаю, що це не зв'язано з договорниками. Боже, упаси, ви що? Це просто вони були заняты в це время, дуже сильно допомогали країне і боролись, наверное, де-то з корупцією. Але факт остається фактом. Тепер, по сути того, що ви мене спросили, я думаю, що по міністру здравоохранення ситуація такова. Парламент, определяєшся по медицинській реформі, фактично, либо даст мандат довері Оляанні Супрун, чи ні. Якщо медицинська реформа в тому віде, в якому вона разработана і предложена Оляанні Супрун, буде підтримана парламентом, то абсолютно логично, що далі потрібно утвердити її кандидатуру як полноценного вже міністра, щоб вона реалізовувала ту реформу, яку вона ж і розрабатувала. Якщо парламент відклонить медицинську реформу авторства Оляанні Супрун і команди, це буде означати, що це фактично мандат недоверія їй. І треба уходити з позиції ІО, і далі треба в це многострадальне міністерство искати соответствуючу кандидатуру. Що касається Кутового і СТЦА, є заявлення людей, ну це нормально совершенно, що люди уходять, мені насправді це радує, що іс-правітельства уходять по собственному желанню, а не як раніше, іс-правітельств, в тому числі, тих предшественників і предшественниц, які були, оттуда тільки вперед ногами могли вонести, ну, вместе со всем составом. А тут люди спокойно, по-европейски уходять. Я думаю, треба відпустити і искати нові кандидатурі. Дякую. 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 О конкретних результатах работы экономической части соглашения читался Владимир Гройсман. За эти полтора года тесного сотрудничества с Европой ЕС стал главным торговым партнером Украины. Более 40% от общего объема внешней торговли нашей страны приходится на страны Евросоюза. А только за первое полугодие 2017 года экспорт в Европу вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще одна приятная новость от Кабмина. Профицит госбюджета Украины по итогам 7 месяцев этого года превысил 27 миллиардов гривен. Просто для сравнения. В прошлом году за аналогичный период правительство вынуждено было отчитаться о дефиците аж 49 миллиардов. Впрочем, несмотря на такие вот позитивные данные, все-таки нельзя сказать, что Украина уже выбралась из той экономической ямы, в которой оказалась в последние годы. Да и, наверное, наивно рассчитывать, что восстановление может быть очень быстрым. Тем более, что статистика этим летом показывает и негативные результаты тоже. Вот, например, недавние данные по промышленному производству. В июле этого года оно сократилось по сравнению с июлем прошлого более чем на 2%. Может показаться, что это незначительно, но ведь эти 2% весьма неприятная добавка к негативной статистике прошлых лет, к спаду промпроизводства на десятки процентов. А вот как такую негативную тенденцию переломить, решение этой проблемы невозможно без иностранных инвестиций. Продолжить тему Сергей Бордюша. Вот из этой титановой губки, которая проходит тщательный контроль на конвейере, в дальнейшем и производят титан. За этим суперлегким, сверхпрочным и антикоррозийным металлом будущее. Без титана сейчас не обходится ни в медицине, ни в аэрокосмическом производстве. А потому растет и интерес к титановой губке, которую делают здесь, на запорожском предприятии. Невысокая цена, но высокое качество. Вот что привлекает зарубежных инвесторов. Один из них – китайская компания «Голд Скай». Это титановое подразделение государственной финансово-промышленной группы входит в пятерку лидеров по потреблению титановой губки в Китае. Переговоры о сотрудничестве с «Голд Скай» велись не один год. Сегодня представители компании знакомятся с украинским предприятием, а по сути проводят комплексный производственный аудит. На самом деле мы заинтересовались вашим предприятием еще несколько лет назад. Мы слышали, что продукция ЗТМК сейчас считается одной из самых качественных в мире. Поэтому мы решили приехать и убедиться, действительно ли это так. До этого мы уже несколько раз брали продукцию ЗТМК на пробу и тестировали ее в своих лабораториях. Результаты показали, что качество вашей продукции такое же высокое, как и у мировых лидеров. Поэтому, надеемся, мы сможем уже скоро наладить сотрудничество. Выход ЗТМК на международный рынок стал возможен, когда на комбинат пришел инвестор – компания «Групп ДФ» украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Ей принадлежит 49% акций госпредприятия. За шесть лет в модернизацию вложили солидные суммы. Здесь не только рассчитали с долгами, но и сделали предприятие прибыльным. Зарплату повышают нам потихоньку. В прошлом месяце на 25% зарплату подняли нам. Так что зарплата выросла. Соцпакет у нас, база отдыха, люди отдыхают. Изменилась и система управления комбината, а продукция соответствует всем международным стандартам. Проведена сертификация предприятия по стандартам аэрокосмическим и экологическим. Благодаря этому мы стали интересны таким мировым серьезным компаниям, как «Таймит», «Голдскай» и «Баоти». Без серьезных вливаний инвестора это было бы невозможно. С выходом на китайский рынок у запорожского предприятия появляются шансы стать сильным игроком в так называемом «титановом клубе». Основная продукция комбината – это титановая губка. Но они все время пробуют диверсифицировать свою продукцию, принимая новые идеи. Кроме губки, сейчас на заводе делают сливки электронно-променевые. Это результат сотрудничества комбината с Институтом электрозваривания Национальной академии наук. По оценкам компании «ГруппДФ», мировой рынок титанов в год потребляет почти 170 тысяч тонн титановой губки. И по прогнозам аналитиков, этот рынок будет расти. В первую очередь, благодаря развитию аэрокосмической отрасли. А значит, у украинского производителя работы прибавятся. Тем более, теперь с приходом инвесторов из КНР. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий, подробности недели, телеканал «Интер». Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот о чем я буду говорить с вами дальше. Домашнее задание для Минобразования. Какую реформу затеяли в Кабмине? И чего ждать педагогам и учащимся? Спросим у профильного министра Лилии Гриневич. Цены уходят в небо. Почему хороший урожай приводит не к снижению, а к удорожанию продуктов питания? И какие товары подорожают из-за скачка цен на автогаз? Страна на игле. Почему настолько осмелели продавцы наркотиков? Кто и за сколько закрывает глаза на героиново-амфетаминовый бизнес? Стенка на стенку. Очередной конфликт со стрельбой в Харькове. Произошло это возле проходной завода «Турбоатом». Здесь, в малолюдном месте, собрались молодые люди спортивного вида. Человек примерно 40. Буквально через несколько минут началась стрельба. Одного из парней скорая доставила в больницу с тяжелыми ранениями. В полиции изучили видео с камер наблюдения, установленных возле заводской проходной. Следователи говорят, распознать лица людей невозможно. Пока никто не задержан. По неофициальной информации, участие в конфликте принимали люди в камуфляже. Якобы бывшие добробатовцы. Но в полиции пока это не подтверждают. Напомню, в феврале похожая перестрелка уже была в спальном районе Харькова. Тогда бывшие бойцы добробатов с нашивками батальона «Донбасс» и схидный корпус сошли стенка на стенку. Один человек был ранен. Следствие не завершено до сих пор. В заголовках новостей сегодня также снова княжичи. Пятеро полицейских погибли еще 4 декабря прошлого года. Но только сейчас, по факту убийства, прокуратура объявляет о подозрениях. Только сейчас подозреваемым избирают меру пресечения. Генпрокурор Юрий Луценко не раз обещал довести это дело до конца. Несмотря на то, что в национальной полиции еще зимой постарались замять это дело, прикрывшись дисциплинарными взысканиями и увольнением некоторых сотрудников. Но, по-видимому, даже генпрокурору влияния может не хватить, чтобы виновные были наказаны. И избрание меры пресечения затягивается. Продолжит тему Ольга Теребинская. Избирать меру пресечения Леониду Куряти начали еще вчера днем. Экс-начальника уголовного розыска столицы подозревают в превышении служебных полномочий и организации умышленного убийства в Княжичах. Прокуроры уверены, он отдал приказ своим подчиненным стрелять на поражение. И просят для Куряти содержание под стражей без возможности внесения залога. Адвокат Куряти не согласен. Говорит, подозрение необоснованно. И в качестве меры пресечения просит личное обязательство. Заседание длилось до позднего вечера и продолжилось сегодня утром. Досмотрели видео, дослушали записи. После перерыва судья возвращалась в зал и неожиданно упала. Но свое решение она все же зачитала. А также носить электронный браслет, сдать паспорта и прибывать по первому вызову. В обед должны были избрать меру пресечения еще двум фигурантам дела. Экзаместителю главы отдела криминальной полиции Роману Мариновскому и старшему инспектору Корда Андрею Курти. Последний, кстати, до сих пор работает на своей должности. Прокуроры также просят содержание под стражей. Но сегодня заседание так и не началось. Начало судебного процесса по делу о перестрелке в Княжичах началось только сейчас, спустя 9 месяцев. Трагедия произошла 4 декабря. По официальной версии, столичные оперативники совместно с кордовцами готовили задержать банду, которая грабила дома. Тогда же в соседнем доме сработала сигнализация и на место приехала полиция охраны. В результате правоохранители запутались и началась перестрелка. Погибли 5 правоохранителей. Главной версией полиции был несчастный случай. В генпрокуратуре настаивали. Убийство было умышленным. Фигурантами дела в Княжичах являются более 20 правоохранителей. Юрий Луценко заявил, планирует вручить еще 8 подозрений. Но когда, не уточнил. Кстати, как в системе МВД умеют замять громкое дело, было хорошо видно этим летом. Пока вся страна отдыхала от политики и привычек политиков. В конце июля в СМИ появилась информация о том, что на крупной взятке задержан Вадим Троян, замминистра внутренних дел и один из ближайших соратников министра внутренних дел Арсена Авакова. Мол, Троян планировал получить более миллиона гривен за помощь в закрытии уголовного дела. Тогда в СМИ появились и фото, где замминистра якобы подписывает протокол на столе, на котором виден черный пакет. Возможно, с деньгами. В СБУ и Генпрокуратуре историю комментировать сначала отказывались, а позже подтвердили. Обыск у замминистра действительно был. Подтверждения посыпались и из других источников. Якобы замглавы МВД сначала задержали, но потом отпустили. Вроде бы после личного вмешательства Авакова. Но уголовное дело по факту вымогательства все же открыли. Поскольку у следствия было видео передачи Трояну первой части взятки в размере 300 тысяч гривен. В начале августа в парламенте даже зарегистрировали постановление о создании временной следственной комиссии по этому делу и с тех пор о расследовании ни слуху, ни духу. Ну, как и о другом деле, в котором дошло уже просто до смешного. Преступление полностью на видео. Кто, что, как делал, все зафиксировано. Кто и почему оказался на месте преступления раньше полиции, было бы тоже очень легко выяснить следствию. Если бы следствие вообще велось. Я говорю о поджоге нашего телеканала. Уже целый год по этому делу следствие даже видимость работы не создает. Год назад подробности недели начали новый сезон фактически на попелище. Это нападение на телеканал не осталось незамеченным. Без преувеличения всеми. И в Украине, и в Европе. В те дни справедливое расследование обещали и украинские официальные лица. Сегодня мы еще раз обращаемся к президенту Украины, главе службы безопасности нашей страны и к генеральному прокурору. Доведите это расследование до конца. Ну, а пока вам в помощь наш материал напоминания, как это было и кто виноват в этом пожаре. Монтаж сюжета в съемке и написание материалов. Обычное телевизионное закулисье. Так же было и 4 сентября прошлого года. Редакция готовила выпуск подробности недели, первый в новом сезоне. Но все пошло не так. В 16.20 вестибюль проникают неизвестные. Они нейтрализуют охрану из кислотных огнетушителей. Затем расходятся по первому этажу и блокируют главный вход. На улице собирается группа прикрытия. Люди в камуфляже поджигают покрышки. Тем временем в здании все в дыму. Начинается эвакуация работников. Параллельно зачинщики проникают в студию, обливают декорации горючей смесью и поджигают. Нашему военному оператору Вадиму Ревуну удается взять камеру и снимать нападение. Преступники поджигают стойку охраны на первом этаже и международную редакцию на втором. Именно это отрежет от выхода сотрудников на верхних этажах и крыши. Внизу при попытке вынести из горящего здания запись с лицами нападавших у Вадима Ревуна отбирают камеру. После чего под прикрытием так называемых демонстрантов поджигателей покидают помещение. Прибывают спасатели и начинается эвакуация сотрудников с крыши. При этом становится известно тяжелые травмы получила корреспондент Елена Зорина. Но как не пытались замести следы нападавшие их удалось снять. В объектив камеры попали люди приближенные к Арсену Авакову. Первый это Илья Кива. Также удалось опознать Алексея Капишинского руководителя Киевспортклуба. В конце 2014 года он состоял в батальоне Святая Мария. Еще один из лидеров Вадим Мизера по кличке Мизер. В 2010-м был осужден на 5 лет за организацию преступной группировки которая занималась разбоем. Через 3 года осужден повторно, но выпущен под подписку. Некоторых участников нападения даже удалось схватить. Кроме того, были задержаны бойцы батальонов под контрольных Аваково. Но несмотря на стопроцентную доказательную базу спустя год за поджог телеканала не наказан никто. И фактически безнаказанными в нашей стране себя чувствуют наркоторговцы. Ведь весь этот незаконный бизнес процветает в тени полицейской крыши. Наркотики у нас продают буквально на каждом шагу. Фактически в открытую. И правоохранители об этом прекрасно знают. Почему ничего не делают? Ведь сейчас купить амфетамины или марихуану не сложнее, чем заказать пиццу. В этом лично убедилась моя коллега Елена Зорина. Она провела журналистский эксперимент. Что получилось? Посмотрите далее. Их реклама повсюду. На фасадах домов, асфальте, заборах, спальных районах и в центре городов. Бошки, шишки, амф, фен. Это все сленговые названия о наркотиках. По старинке наркоманы что-то находят в аптеках. Каждый божий день, проходя круглыми сутками идет. Зелье варят сами. Около 80 адресов это частный сектор и квартиры. Ну, плюс бывают там гаражи. Но самый простой путь заказать доставку интернет нынче заполнен подобными объявлениями. Ты связываешься с человеком, непосредственно ты ему пишешь. Он тебе скидывает контакты, место, там где лежит, клад и его фотографии. Эдуард уже бывший наркоман. Сейчас у него есть семья и работа. Но три года назад все было по-другому. На дискотеке попробовал бодрящий порошок амфетамин и долго не мог остановиться. Ты просыпаешься, тебе надо употребить. Ты там пошел, поел, тебе надо употребить. Я за 500 километров ехал к себе в город, чтобы взять то, что мне надо. Доставать новые дозы, говорит парень, было совсем не трудно. Вплоть до того, что тебе их будут приносить домой. Есть номера телефонов определенные, они работают по сегодняшний день. Здесь и лежит, где оставлял неделю назад. Правда, теперь свертки соль, а не наркотик, рассказывает Павел Федосенко, харьковский журналист. В качестве эксперимента он попробовал себя в роли наркокурьера. Предложение о таком заработке получил в интернете. Это пришло как рассылка, как спам. Я списался, сказал, что заинтересовала такая вакансия. Они обещали со старта о 20 тысяч гривен. Работодатели снабдили подробными инструкциями, обещали даже карьерный рост. Общались только через интернет. Вся схема, она, собственно, построена на том, что люди между собой не контактируют никак. То есть один оставляет, второй забирает. Купить наркотик даже в центре Киева так же просто, как и, к примеру, пиццу заказать достаточно, написать нужным людям в соцсети или на электронную почту, заплатить и немного подождать. Журналистский эксперимент. Объявление находим в интернете. Продавец тут же вступает в контакт. Выбираем веселящую таблетку, отправляем фотоквитанции об оплате и ждем. Это классическая схема, пирамида, когда какие-то определенные суммы раз в определенный период заносятся начальству. Миллионные обороты, поломанные судьбы и много неизвестных соучастников. Кто же крышует этот бизнес и кто покрывает? Все точки, в принципе, полиции известны. Наркобизнес, что бизнес связан с проституцией. Все это крышуется правоохранительным органом, как правильным местным. Это не только полиция, это, опять-таки, начали согласие прокурора, это, может быть, там, налоговая милиция. Полиции же рапортуют о тройном росте поимок наркодельцов. Но это всего лишь распространители. Выйти на организаторов схем убеждают не так-то просто. На вершине иерархии могут стоять как иноземцы, так и представители нашей державы. Найчастейше до этого виду бизнеса, так говорим, причетницы, если не подлитки, то особи до 25 лет которые свободно владеют программным обеспечением. Уже 4 месяца этот спальный район в Киеве напоминает окраины Южного Бронкса. Амфетамин-шоп, скорость 350, грамм 350, длиннг, каннибар. Здесь ребята собираются вечером ищут закладки. Ну, приходят в 2 часа ночи фонариками, освещают и находят что-то. Вот тут где-то закладки, вот здесь в поручнях. Да что? Ищут. Местные жители и консьержи по ночам боятся выходить из дома. Уверены, их беды в исписанных стенах. И сколько же мы не обращались по проблемам наркомании, никто ничего не реагирует. А что говорят? Ну, купите краску, мы закрасим. Не краской, а письмами чиновникам и правоохранителям пытаются бороться с надписями активисты, но пока безрезультатно. К нам в центр приезжают люди из разных городов и говорят, ну там крышуют менты, там крышуют менты. Так ли это пытаемся проверить вместе. Вызываем полицию. Чекать на наряд полиции. Лишь спустя два часа патруль приезжает. Есть вызова более срочные, там грабежи, драки и так далее. Активисты и местные жители пишут заявление. Патрульный всматривается в надписи. Он займется вначале участковой, придет, посмотрит и так далее и тому подобное. А дальше уже будет передавать дальнейшим людям, которые за это ответствуют. На журналистский эксперимент тем временем в действии. И вот спустя два часа мы получили точные координаты закладки. Находится она на окраине столицы. Туда мы и направляемся. Вот, собственно, мы и приехали. Это Петропавловская борщаговка. Здесь и начинается наш квест. Но, как нам написали, какой-то ветхий забор, деревянный, и под ним должна быть закладка. По левую руку будет табличка на старом заборе. подходи к калитке и справа за бордюрой все найдешь. Вот она, крышка. Ну, вот она, наша закладка. Собственно, минут пять нам понадобилось, чтобы вообще обнаружить. В видеосъемку не прерываем. Фото продавец не присылает, поэтому поиски затягиваются. Но все же квест заканчивается. Вот она, таблеточка. А находки тут же заявляем в полицию. Меня зовут Олена Зорина, я журналист телеканалу Интер. Мы сейчас нашли, находимся на Петропавлевской Борщиевке, в улице Ворошилова, 18, и мы нашли тут закладку. Чи смогла бы до нас выехать оперативная группа? Зорина, 18, так? Нет. Ворошилова, 18. 15 минут и патруль на месте. Опрашивают жителей дома, под которым нашли наркотики. Я шла, до дома такого не было. У меня такое впечатление, что у меня подозрите, что я другую чешу. А вот следователи приезжают спустя час, забирают находку на экспертизу и тут же обещают начать расследование. Наши наработки пока правоохранителей не заинтересовали, мол, ждите допроса. Ход этого дела мы будем контролировать и обязательно расскажем о его результатах. Елена Зурина, Марьяна Бурякова, Светлана Шикера, Елена Миндалюк, Вячеслав Роловник, Никита Исаико и Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. И еще одна история, о которой стоит упомянуть. Оказывается, новые полицейские успели научиться старой практике охоты на иностранцев. Накануне было опубликовано расследование об этом. В нашей стране иностранцы, например, иностранные студенты, поступившие в украинские университеты, всегда старались носить при себе нужные документы и быть, что называется, на стрёме, чтобы не стать легкой добычей для милиции, пытавшейся срубить с иностранцев деньги. От новой полиции такого никто не ожидал, но, увы, теперь уже могут не просто потребовать деньги за то, чтобы отстать, но и банально ограбить. По данным журналистов, одной из жертв таких полицейских грабителей стал даже канадский полицейский, который приехал в Украину обучать наших новых патрульных. Мы обязательно проверим эту историю и расскажем о ней в подробностях на днях. Домашнее задание для Минобразования. Какую реформу затеяли в Кабмине и чего ждать педагогам и учащимся? Спросим у профильного министра Лилии Гриневич. Цены уходят в небо. Почему хороший урожай приводит не к снижению, а к удорожанию продуктов питания? И какие товары подорожают из-за скачка цен на автогаз? Снова в эфире подробности недели. Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Начнем с темы, которая напрямую связана с сегодняшним днем и затрагивает интересы без преувеличения миллионов людей всех возрастов. Детей, родителей, бабушек, дедушек. Образование, за которое многие из нас должны платить не только официально. Все эти бесконечные поборы, требования сдать деньги на ремонт, на праздник, на помощь, уже даже в анекдотах надоели. Но из реальности никак не исчезнут. Когда украинцев перестанут учить коррупции еще с детства, выясняла Павлина Василенко. С успеваемостью мы закончили. Теперь пора перейти к благодарительным взносам фонд школы. Я же всех не упреждала о взносе. Это кадры социальной рекламы, но сценка очень жизненная. Да и в школьной реальности все бывает гораздо круче. О взносах не только предупреждают, их требуют и даже шантажируют. Без взносов иногда даже в школу не берут. Три года назад Татьяна выбирала школу для сына первоклассника. Нашли ближайшую к дому. А оказалось еще одну из самых дорогих. Там сразу предупредили. Нужно заплатить тысячу долларов. Зачисление детей происходило только после того, как родители сдавали квитанции администрации гимназии. Якобы на ремонты. Никто не отчитывался. Смет никто не видел. Не узнав, куда же пошли деньги, родители обратились сначала в районные органы образования, после в КМДА, а потом в полицию. И только с третьего раза правоохранители открыли уголовное производство. Следствие длится уже два года. А Татьяна перевела сына в другую школу. Давление было очень серьезное. И родители, которые подавали заявление, они были вынуждены убрать и забрать своих детей. А в школе, где учится сын Юрия, для поборов даже фонд есть благотворительный. Отец платил и вступительный взнос, и обязательные отчисления каждый месяц. Говорит, раскошеливался, пока не поинтересовался у директора, куда идут деньги. Ведь по документам школьный фонд частная собственность. Юрий обратился в полицию. Такой интерес Юрия к фонду имел последствия для его сына. И ребенку стали активно занижать оценки. Он пришел сюда круглым отличником. Сертификат английского С1. Где-то оно получалось. На Мальте. Последний раз, когда мы здесь сдавали, мы поставили здесь шесть, довели его до истерики. Поборы, повсеместные явления почти во всех украинских школах. Большинство родителей молча платят, чтобы не навредить ребенку. А самые впечатляющие суммы взносов в больших городах. На сегодняшний день это уже критичная масса. Есть люди, которые хотят понять, на что они сдают деньги, хотят понять, что бюджетом предпочено, на что деньги выделены, на что им нужно сдать, или в общем сдавать. У меня уже есть все. Хибапарту и стилец купить. У меня уже есть парта и есть азбука. Есть еще и ремонт в их новом классе, который родители этих девочек буквально выбили у властей Трусковца. Ведь школа делать его отказывалась и выдвинула ультиматум. Хотите, чтобы дети учились в нормальных условиях, сдавайте по 500 гривен. Это достаточно большие деньги для Трусковчан. Конкретно было сказано, вы делаете этот класс за свой счет. Мы не будем сдавать деньги, значит, надо делать влада, потому что есть финансование, сейчас школы финансируются за местный бюджет. Родители первоклассов взбунтовались. В итоге деньги выделили, класс отремонтировали, но после этого часть класса расформировали. Но этот пример скорее исключение. Обычно все наоборот. Родительские бунты явления единичные. А проследить, сколько денег действительно ушло по назначению, а сколько осело в карманах, крайне сложно. Ведь собирают взносы наличкой и без должной учетности. Где-то деньги идут на ремонт, на улучшение материально-технической базы, а где-то они исчезают. И исчезают благодельные фонды. Так у нас в однишки школе было три благодельных фонды, и они исчезли. Конечно, все деньги должны идти в без готовой форме, потому что школа имеет специальный рахунок в управлении казначейства, благодельный рахунок, и деньги должны идти туда. В соответствии, кодовка не должна ходить по школе. В однишки могут быть только добровольными, не может быть установлена такса. Реформа образования, кроме всего прочего, также предполагает, что школы будут обязаны отчитываться за потраченные бюджетные или родительские деньги. Хотя переломает ли эту многолетнюю постсоветскую традицию «Не подмажешь, не поедешь?» Большой вопрос. Павлина Василенко, Галина Якушко, Сергей Килимник, Юрий Голубенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Давайте вот прямо с этого вопроса и начнем. Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины, гость подробностей недели. Спасибо вам за это, Лилия. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот действительно, вот эта традиция постсоветская «Не подмажешь, не поедешь», о которой только что Павлина говорила, я вам здесь не завидую на самом деле. Она складывалась в этой стране четверть века. Сейчас она досталась вам в тяжелое наследство. Я знаю, что реформа среднего образования это один из ваших главных приоритетов на посту министра. Но в то же время, вот я честно, не понимаю, как на сегодняшний день можно искоренить эту систему поборок в школах. Вам рецепт уже известен? Я понимаю, что это можно сделать только прозоростью этих денег. Вимогать прозорости. И вот проект закону про освятую, то, який має розглядатись на наступном тижне, має власне пропозицію оприлюднювати на сайтах шкіл и на сайтах виконавчих органів в місцевих адміністрациях полностью бюджет школи и все надходжения из всех джерел. Потому что сейчас ситуация совсем другая, чем она была 20 лет назад. Сегодня, на самом деле, местные бюджеты в результате финансовой децентраляции очень суттєво увеличили свою доходную часть. Деякие в два раза, а деякие в шесть и в семь разов. Скільки виділили на різні потреби в школі. І буває таке, що і тоді, коли не було грошей, у батьків брали гроші на ремонт, і тепер, коли гроші є, їм знову пропонують здавати гроші на ремонт. Це абсолютно неправильно. А вот міністерство как-то реагирує на подобне обращення родителей, возможно? Возможно, у вас є какой-то, знаете, такой финансовий аудитний десант, который приїжджає, разбирается, увольняє нещадно. Лиля, понимаете, вот якщо вам удастся искоренить вот эту систему, ваш портрет, как міністра, буде висеть еще много лет по інициативе родителей. Звичайно, якщо до нас скаржиться, ми з кожною ситуацією розбираємся. Але має бути система, яка не буде залежати тільки від доброї волі якогось одного чиновника міністерства. І від того, хто буде міністром освіти. Ми повинні створити систему прозорості, щоб батьки могли точно розуміти, на що виділяються кошти, і на що витрачаються ці кошти. Тому що сьогодні це тіньовий бюджет освіти. По-перше, ніхто, і я в тому числі, не можу зараз сказати, скільки цей бюджет. Тому що керівники навчальних закладів здебільшого не підзвітні. Це є батьківські фонди, які сьогодні підпадають під законодавство про благодійні фонди, які також не звітуються публічно. І це залежить виключно від культури керівництва школи, чи вони роблять збори батьків і чітко звітують за кожну копійку, чи ні. Ми хочемо їх зобов'язати це робити. Саме законом. І якщо вони будуть порушувати закон, наступатиме відповідальність, і тоді можна ставити питання про те, чи людина, наприклад, керівник такого навчального закладу, відповідає посаді, чи ні. Я зрозумів. Критерії, якою повинна бути оплата праці. Але я хочу вам зауважити, що ми вже це робимо. Цього року ми підвищили заробітні плати педагогічним працівникам на 50%. Звичайно, що вони все ще малі. Але це насправді дуже серйозний крок 50%. Більше того, для учителів, тому що в них був дуже низький соціальний статус, ми зробили два кроки по єдиній тарифній сітці. Підняли їх вверх. Тобто це не якась там доплата, яку сьогодні дати, завтра хтось прийшов, зняв. Це позиціонує їх соціальний статус. І я вважаю, що не можна говорити про жодні реформи і суттєве підвищення якості освіти, якщо ми не вкладемо інвестиції у вчителів і викладачів. Це логічно. Низька оплата, низька кваліфікація, як слід. Крім того, але ці підвищення повинні супроводжуватися механізмами підвищення кваліфікацій. Тому що реформа може запрацювати тільки якщо кожен вчитель, який прийде до учня з новим змістом, буде володіти новими методиками навчання. І тому підвищення кваліфікації вчителів це окрема тема, на яку повинні бути виділені кошти. І ми маємо дати свободу вчителя в обранню методів цієї підвищення кваліфікації. Хороша новація, я маю відмітити. Давайте, тепер вже ми так плавно підійшли к самої реформі образування. Давайте все-таки сейчас поговоримо о том, какой же она должна быть. Итак, реформа образування в числе заявленних Кабмином приоритетів для этой осени. Напоминаю, ми об этом говорили в первом часі. Давайте попытаемся оценить, так сказати, масштаб этой задачи. Що може зміниться? Главне, скільки це може стоити для государства. Банально, є ли у цього государства на це все ресурс? Далі наша коротка справка, пожалуйста. Научиться учиться по-новому. Наших аттестатів за границей. Дякую, де немає альтернатив по профилям. По-перше, ми повинні зрозуміти, яка в нас мета. Ми хочемо підняти якість освіти в цій країні. Безусловно. Значить, нам потрібно в це інвестувати. Не можна на чомусь економити. Інша річ, щоб ці інвестиції були ефективними. Скажу відверто, що забирає найбільше коштів, це підвищення заробітної плати учителям. І саме це левова частка коштів, які потрібно вкласти. 12 клас, який також додатковий рік навчання забирає кошти, у нас появиться, відповідно з графіком реформи, у 29-30 навчальному році. Тобто ми маємо час підготуватися, щоб ми могли зробити цю інвестицію. Але це є інвестиція в наших дітей. Я хочу пояснити, в чому фундаментальна різниця між тією школою, яку ми хочемо збудувати, і тією, яка є сьогодні. Ми сьогодні маємо класичну знанняву школу 20-го століття з пострадянським форматом. І ця школа, вона є школа для трансляції знань. Так от, ми маємо відійти від школи, де просто транслюється і відтворюється знання, до школи компетентностей для життя в 21-му столітті. Коли є інформаційні технології, коли школа перестає бути місцем, куди діти ходять тільки за знаннями, потрібно чітко розуміти, яке ядро знань ми даємо дітям, як вони повинні отримати стійкі вміння, як їх застосовувати і шукати нові, які їм потрібні, для вирішення життєвих проблем і професійних завдань, а також цінності. Тому що ви не захистите дитину від негативної інформації, яка лиється на неї. Як відрізнити брехню від правди? Це критичне мислення, це медіаграмотність. Дуже багато нових компетентностей, які раніше не були настільки потрібні. Звичайно, це новий зміст освіти, нові методики навчання і чому 12 рік? Тому що одна справа, коли ви прийшли, розказали порцію знань і діти мають їх запам'ятати і відтворити. Інша річ, якщо діти мають навчитись працювати в команді, вирішувати проблеми, досліджувати, це зовсім потребує більшої тривалості навчання раз, бо вони повинні вміти аргументувати свою думку, переосмислювати прочитане, тобто це інші методики. І нарешті для нас дуже важливо зробити, власне, трирічну старшу профільну школу, де діти можуть зосередитися на тому, що їм природовідповідне і на тих предметах, за якими вони далі будуть будувати свою освітню кар'єру. І тому цей трирічний профільний клас. Єдине, що в цьому сюжеті не відповідає до кінця дійсності, це про скорочення кількості предметів з 23 до 9. Ні, ми так драматично не скорочуємо кількість предметів, це перебільшення. Тобто вчителя без роботи не залишається? Давайте їх зараз успокоїмо. А то ви зарплату повисите, а потім уволите, наприклад. Ми що робимо? Ми зменшуємо ту частину, обов'язково для всіх дітей в старшій профільній школі, а от другу частину, 50% фактично навчального часу, вони обирають ті предмети, які потрібні за їхнім профілем. От що для нас важливо – дати дітям право вибору. Я зрозумію, Лилия, зі своєго опыта. Я хочу пожелати вам тільки видержки. Вам ще придеться пройти с цим законопроектом, ведь парламентські жернала. Тема образовання – одна із рейтинга образуючих для любого политика. Попіариться на вас на темі образовання, поторговаться с вами буде ой, як багато желаючих. Терпення вам. Міністр образовання України Лилия Гринєвич, біла гостя подробностей недели, ну а ми с вами продолжаємо. Школьное перемирие, похоже, заканчивається. Об этом сегодня заявила Александр Хук, замглавы мониторингової миссії ОБСЕ. Если в первые сутки перемирия фиксировалось реальное сокращение числа обстрелов, то к сегодняшнему дню, к сожалению, замеченных рост. Наблюдатели опять говорят о сотнях обстрелов за последні сутки. Как сегодняшний праздничный день прошел в зоне АТО, и действительно ли перемирие заканчивается, знает наш военный корреспондент Геннадий Вивденко. В поселке Верхний Торецкое учители проводят совещания, расписывают учебные часы, ведь часть педагогов и школьников каждое утро будут приезжать из неподконтрольной территории. Как дается учебный план до войны, так и сейчас, во время, когда я уже стал после. Хочется, чтобы было после. И в хлебное перемирие верила, и в школьное перемирие я верю во все. Потому что земной шарик вернет оптимизм. Страшно, что дети привыкают к войне. Когда учительница диктует диктант, тут стреляют за окном, она слышит, она остановилась, и девочка-семиклассница говорит, диктуйте Людмила Николаевна, мы привыкли. Вот это вот очень страшно. Верхняя Торецкое разделено надвое. Одна половина украинская, другая оккупированная. Линия фронта попросту разрезала поселок. Ночью недалеко от школы упали гранаты. Первое сентября в школе Дружковки. До фронта отсюда меньше часа на авто. Школу тут оборудовали и отремонтировали. На все потратили 55 миллионов бюджетных гривен. Новые классы открывают с помпой. Мне очень хочется, чтобы все школы в Донецкой области были исключены такого же типа. То есть это должен быть минимальный стандарт. Нравится учиться? Нравится. А что нравится? Школа нравится. А класс, партия. Тоже нравится. Все нравится. Мои руки устали держать автомат. Мое тело превратилось в бронежилет. Мои пальцы затвор не отводят назад. Голове давно прирост, света неба берет. Ночь в Авдеевской промзоне. Это совсем рядом с Дружковкой. Глубокие укрепленные подвалы. Тут школьное перемирие со звуками пулеметных очередей российских оккупантов. Бойцы готовятся к ночному бою. Ротному командиру с позывным «Левша» всего 22. Его друзья в подразделении еще младше. Фактически недавние школьники. Но все уже перенесли тяжелейшие ранения. И сейчас изучают страшные уроки войны. Со стороны сепаратистов нет дотримания школьного перемирия. Что с утра, что в вечере, особенно в ночи, идут прострели за их позиции. Перемирие дотримуется только в одном сторонном порядке. Мы дотримуемся, они нет. В соседней комнате бойцы постарше. Подчиненные юного Ротного рассуждают, чем займутся после войны. Но в скорое окончание войны бойцы не верят. Новогодняя елка в укреплении до сих пор не убрана. Как доказательство, тут же влетает граната в соседнее здание. В нескольких километрах от настоящего ада. В Авдеевке польская делегация за деньги польского правительства отремонтировали местную школу. Мы находимся в военной зоне. И это должны услышать и понять все поляки, немцы, португальцы. Война сегодня в сердце Европы. Неподалеку от школы боец с позывным Сэм уводит нашу съемочную группу от линии огня. Уголь был в складе, попал танковый снаряд, говорили, наверное, дни в десять. После небольшого ночного обстрела перемирие, можно сказать, длится уже несколько часов. Противник ведет себя спокойно, огонь не открывает. Хотя после провокационный огонь за минувшие сутки оккупанты открывали десятки раз. Очередное перемирие, как и предыдущее, хлебное опять под огнем. Отпусти меня домой, ну сколько можно ждать. Отпусти меня домой, верни спокойные сны. Слой демон, демон войны. Дети из школы идут, надо же все равно, чтобы перемирие было. С нашей стороны, то понятно, что ни одного выстрела не будет. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности недели телеканал Интер из Донецкой и Луганской областей. Похоже, эти бесконечные обстрелы уже попросту раздражают европейских лидеров. Иначе, как еще объяснить призыв канцлера Германии и президента Франции. И это важно, к обеим воюющим сторонам на Донбассе придерживаться перемирия. Процитирую. Полностью соблюдать свои обязательства, поддерживать публичное и ясное соблюдение режима прекращения огня. И обеспечивать, чтобы соответствующие инструкции были направлены военным и местным силам. Эксперты заговорили даже о новой тональности в заявлениях Европы. Но так ли это? Давайте спросим у нашего корреспондента в Германии Татьяны Лагуновой. Она сейчас на связи со студией подробностей недели. Татьяна, приветствую. Скажи, это было единственное заявление Меркель по ситуации на Донбассе? Или какие-то еще высказывания в Украине не заметили? И в общем ничего чрезвычайного не произошло? А значит, ни о какой новой тональности говорить не стоит? Да, Алексей, заявление по ситуации на Донбассе в Европе на этой неделе прозвучало. Причем это было совместное обращение европейских участников нормандской четверки Германии и Франции. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали Россию и Украину приложить все усилия, чтобы выполнить так называемое школьное перемирие. Иными словами, соблюдать режим прекращения огня по случаю начала нового учебного года. Киев призыв западных лидеров поддержал. Президент Порошенко заявил, что поручил украинским военным соблюдать режим тишины. А вот Россия его не прокомментировала. Ну и еще одно уже традиционное заявление Ангела Меркель сделала лично. На своей ежегодной большой пресс-конференции канцлер в который раз повторила, санкции против России будут отменены только после выполнения минских соглашений. Иными словами, можно сказать, что Европа не забыла про нормандские переговоры и минские соглашения. И хочет наконец увидеть прогресс хотя бы в вопросе прекращения огня. Это так называемый нулевой базовый пункт минского пакета. За ситуацией на Донбассе пристально следят и в Берлине, и в Париже. И это несмотря на то, что в Германии сейчас как раз в самом разгаре предвыборная кампания. Алексей? Что ж понятно. А вот если говорить о выборах Германии, которые состоятся уже скоро, то есть ли хоть малейшая вероятность того, что их может выиграть не Меркель? Например, в это воскресенье пройдут дебаты Ангелы Меркель и ее соперника Мартина Шульца. Какие прогнозы? Да, действительно, в воскресенье вечером главные соперники за кресло канцлера Ангела Меркель и Мартин Шульц проведут телевизионную дуэль. Именно так немцы называют будущее дебаты политиков. Хотя вот само слово дуэль, пожалуй, слишком громкое. В Германии не принято превращать это мероприятие в шоу. Участники, по крайней мере, так было во время нескольких последних предвыборных кампаний, дискутируют спокойно и по сути. Главные темы уже заявлены. Это медицина, пенсии, образование, миграционный кризис и внешняя политика. И что интересно, социологи уже провели опрос и выяснили, большинство избирателей считают, что эти дебаты выиграет Ангела Меркель. Как, впрочем, и следующий, уже четвертый канцлерский срок. Свежие цифры однозначны. Христианские демократы могут рассчитывать на 37-38% голосов избирателей, а социал-демократы значительно отстают. У них 25%. Так что, похоже, главной интригой на этих выборах будет вопрос, не кто станет канцлером, а какой коалицией будет руководить канцлер Ангела Меркель. Хватит ли христианским демократам мандатов, чтобы создать коалицию с либералами, или придется подключать еще и партию зеленых, или снова строить большую коалицию с эсдеками. Хотя, конечно, не стоит забывать, что до выборов еще три недели и может произойти все, что угодно. Алексей? Конечно, может. Спасибо, коллега, за работу. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Берлине, была на связи со студией. Вот еще один сюжет, связанный с выборами в Германии. Их завершение ждет и президент Франции, чтобы предложить план реформирования Евросоюза. Вот это очень интересно. Для нашей страны Евросоюз – образец реформ, так сказать, помощник и учитель. А вот для самих европейцев – это система, которую стоит изменить. Макрон обдумывает перемены почти в десяти тематических областях. Это укрепление экономического и валютного союза в Европе, перемены в социальной и фискальной политике, плюс выработка общей оборонной стратегии и общего курса по отношению к беженцам. Ну и еще один пункт – новые подходы к решению климатических проблем и проблем в энергетике. Звучит это все, если честно, как реформы у нас. Экономика, валюта, социальная политика, налоги, оборона, переселенцы. Согласитесь, у нас об этом говорят каждый день. Но для Украины это еще очень долгий путь в каждой из этих сфер, чтобы достичь хотя бы того уровня, с которого европейцы уже хотят уйти. Шоковой темой этой недели бесспорно стало резкое подорожание автогаза – до 17 гривен за литр. Правда, уже сегодня цена на топливо немного, но снизилась. На такой резкий скачок цен отреагировали в правительстве. Премьер-министр назвал это диверсией, а президент пообещал всем поставщикам сжиженного газа тотальную проверку. Будут переверены все поставщики газа, и если будет найденный факт отримания невольно-высокого прибутки, те, кто этого допустил, будут оштрафованы, и ситуация будет вернуться до нормы. И уже в второй половине вересня поставлено завдание, впевнение, что оно должно быть выполнено, что до сжижения цены на скрапливанный газ и притягивания до ответственности тех, кто допустил порушение, а что они будут установлены. Ну что ж, будем надеяться, что автогаз все-таки да подешевеет. Но вот другие товары постоянно ведь растут в цене. По решению Кабмина уже с 9 сентября подорожает алкоголь. Кроме этого, эксперты прогнозируют повышение цен буквально на все продукты. И это при том, что большинству украинцев уже приходится экономить на еде. Каких цифр ждать на ценниках, с чем это связано, и сколько тратят на продукты в Европе и у нас. Обо всем этом расскажет Любовь Кукла. Для этого она совершила контрольную закупку в Киеве, а ее коллега Елена Абрамович в Брюсселе. Икра, красная рыба и балык уже давно забыты. И большинство украинцев деликатесы. Но скоро даже непритязательные к курицу и сыр люди смогут покупать разве что по праздникам. Это взагаля просто, я уважаю, диверсия против народа. Сейчас все дорого покупать. А будет еще дороже. Очень люблю говорить про позитив, но, к сожалению, в этом году мы его просто не в первой половине года не будем, не во второй. Эксперты сообщают, осенью все еще подорожает. Хотя и сейчас ценники впечатляют. Мы решили проверить, во сколько обойдутся украинцам самые необходимые популярные продукты. Яйца, курица, овощи, молоко. Так что с этим списком прогуляемся по одному из столичных рынков. Добрый день. А в какую цену филе? Продавцы рассказывают, хотя цены пока прежние, покупателей уже поубавилось. Меньше стали покупать. Меньше их количество. А в мясном отделе вообще штиль. Продавцов больше, чем покупателей. Людей на базаре нет. Людей не мают за что купить. В итоге за полкилограмма куриного филе, десяток яиц, сезонные овощи и литр молока я отдала 120 гривен. Большинство украинцев тратит на еду половину своих доходов. К обмине народ даже в обжорстве упрекнули. Мол, в Европе едят меньше. И аппетиты, и деньги европейцев мы решили проверить лично. И пошли за таким же набором продуктов в брюссальские магазины. Помидоры в какую цену? Евро 45 за килограмм. Это свекла красная. Евро 45 за кило. Капуста белокочанная. 2,50 за головку. Эти цены для Брюсселя обычные. Примерно столько же стоят овощи в недорогом супермаркете. Морковка. Евро 50 за килограмм. Капусточка. Вот такая вот есть. Цена тоже евро 50 за килограмм. И в принципе очень многие овощи так и стоят. Евро 50. 2 евро за килограмм. В итоге за тот же набор продуктов моя коллега Елена Абрамович отдала 10 евро. В Киеве мы заплатили 4. Но есть одно но. Слишком большая разница в доходах. Минимальная зарплата в Украине 3200 гривен. Это примерно 110 евро. В Бельгии минималка 1200 евро в месяц. Но несмотря на разницу в заработках, украинские цены постепенно становятся все более европейскими. В отличие от доходов. Если мы уже будем завышать цены внутри рынка, внутри Украины, то понятно, что мы будем сами есть польское сало, испанскую говядину и так далее. Очередной скачок цен прогнозируют уже этой осенью. И даже приблизительные суммы называют. К примеру, за килограмм говядины придется заплатить 170 гривен. За свинину немногим меньше. Подорожает и самое популярное мясо. Цены на курицу вырастут до сотни. Да и яйца станут золотыми. Десяток минимум 25 гривен. Что происходит с ценами? Это очередное сезонное подорожание или причина в другом? За ответом едем в село к фермерам. Это хозяйство в Киевской области. Кроме сада, здесь теплицы с овощами и ягодами. А еще 300 голов скота. Александр Чубук занимается фермерством всю жизнь. Но говорит, во время кризиса даже думал все продать. А подорожание объясняет просто. Инфляции и курсом доллара. А за что покупаем, за то и продаем. Ведь в себе убыток никто работать не будет. А дотации от государства нет. А значит впереди еще одно сезонное подорожание. Не понятно лишь, когда не только цены, но и зарплаты в Украине хотя бы приблизятся к европейским. Любовь Кукла, Елена Абрамович, Сергей Ведмить, Вадим Сверидонов и Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер. И в это трудно поверить. Но львовский мусор опять возвращается в заголовки новостей. На этот раз в скандальной тематике роста цен. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что перевозчики больше года работали себе в убыток. И теперь тарифы на вывоз мусора для львовян вырастут вдвое. Новые цены уже с сегодняшнего дня. Вот интересно, если перевозчики будут получать вдвое больше за львовский мусор, это означает, что теперь они смогут сбрасывать его вдвое дальше от Львова? Ответ узнаем, наверное, уже на следующей неделе. Как и ответы на многие другие вопросы, непременно обсудим их с вами в следующую пятницу в 20.00. В подробностях недели с Алексеем Лихманом. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok